Человеку, который интересуется этими вопросами, совершенно очевидно, что научные открытия человечества, сегодняшние и завтрашние, и через пятьминуточные, и религиозные предчувствования, пророчества человечества, они, выйдя из точки А и из точки Б, оказались не параллельными прямыми, а оказались прямыми, которые пересекутся очень скоро. Пересекутся очень скоро в одной точке, возможно, даже при нашей жизни. Почему возможно при нашей жизни? Потому что, когда бы это ни произошло, мы, может быть, до этого доживем. Человечество стоит на пороге бессмертия. Это уже непреложный факт для всех, кто интересуется медицинскими вопросами. Очень скоро, в течение десятилетий, нано-клеточки компьютерные будут вживляться нам в кровь, чинить все, что поломалось, человек будет жить вечно. Таким же образом, человечество рано или поздно придет к воскрешению. Научно. Из ДНК научится регенерировать ткани и восстанавливать человека. Это и будет то самое воскрешение, предсказанное нам. А дальше нас ждет сюрприз. В Библии этот сюрприз называется «Страшный суд». Как он назовется в технологиях, как он назовется искусственным интеллектом, я не знаю, но он неизбежно будет. Так движется наука. Когда Земля окажется перенаселена, условий для жизни приемлемых в силу разных катаклизмов, природных, военных, останется не так много на Земле. И встанет вопрос о том, а кто останется на Земле вообще-то жить. И если сейчас мы близки, человечество близко к расшифровке мыслей человека, очень близко, уже во многих странах есть эксперименты, когда вживляются чипы в мозг, и полностью парализованный человек может твит даже написать, просто думая о чем-то. То есть эта установка, этот чип читает его мысли. Когда-то человечество придет к тому, что научится читать память. И вот тогда все приплыли. Потому что можно обмануть жену, можно обмануть следователя, можно даже обмануть детектор лжи. Невозможно обмануть свою память. Она помнит не только все твои поступки, она помнит еще, чем ты руководствовался в твоих поступках и помыслах. Поэтому я желаю нам всем, и в следующем году, и всегда, следить за своими поступками, следить за своими помыслами, быть добрыми людьми. Не приносить в этот мир еще больше зла, чем в нем и так уже есть. Приносить в этот мир больше добра, чем в нем и так уже, к сожалению, нет. Потому что добро, он-то гонит зла, а согласно, если мы опять к науке, согласно закону сохранения массы, одна энергия вытесняет другую. И каждый раз, когда ты кому-то мстишь, во Вселенной становится меньше прощения. Каждый раз, когда ты агрессивен, во Вселенной становится меньше мира. Каждый раз, когда ты лжешь, во Вселенной становится меньше веры. Я желаю нам всем, чтобы нашей памяти на этом страшном суде, как бы он назывался по науке, было о чем рассказать о нас хорошего и как можно меньше плохого. С наступающим! Субтитры создавал DimaTorzok